Раньше такую продукцию российским строителям приходилось закупать только за рубежом. В прошлом году клинкерную плитку начали выпускать и в Новочебоксарске. Этот материал отличается от обычного высокой прочностью. Клинкер не разрушит ни влага, ни ветер, он устойчив даже к воздействию химических веществ. Мы фактически на тот момент, когда слова импортозамещения еще не было, первоначально задумали и запланировали вот эту клинкерную плитку, которую в России еще никто не выпускал. Поэтому мы уже когда вошли своим клинкером, будем так говорить, фактически мы выкистили из-за того, что тем более еще евро и доллар у нас вырос, определенная часть иностранцев, которые поставляли эту продукцию. Поэтому мы сразу свою нишу нашли, не главное же произвести, главное продать. Поэтому мы пошли дальше. Рынок будет у нас определен, нас это как-то меньше беспокоит в данной ситуации, поэтому мы и идем уверенно. Решение бизнеса открыть уникальное для страны производство именно в Чувашии имеет для республики стратегическое значение. С учетом актуальности темы импортозамещения, это очень важно и значимо, ибо российские строители покупали данные товары в странах Евросоюза. И новые возможности появляются для данного города. Это во-первых. Во-вторых, появляются новые, современные, высокотехнологичные рабочие места, с другим уровнем производительности труда, что очень важно и значимо, ибо от этого будет зависеть уровень заработной платы. За последнее время на этом заводе наладили выпуск линкерной брусчатки и кирпича. Строители нуждаются в подобных материалах. К примеру, плитку используют и в качестве элементов декора для отделки жилых домов, интерьеров, кафе и ресторанов. Эти материалы производят исландцевые глины. После обжига в печах, при температуре более тысячи градусов, клинкер становится высокоплотным и даже морозоустойчивым. Заказы на эту продукцию поступают не только из других регионов. Недавно были налажены поставки и в страны Европы. Сброс на клинкерные материалы за последние годы вырос в разы. Их начали применять и для реставрации памятников. Главная цель и наша задача – это железобетон или стеновые панели, крупнопанельные домостроения, то, что на сегодняшний день было и есть, именно сделать наилучшее, получить качество. Это при этом главные размеры, геометрия, при этом новые облицовочные материалы применяются будут. Это то, что в России, только в Москве сейчас начали за счет импортных материалов. Это у нас будет чисто Чувашское, у нас город будет преображаться не только там крашенными или кирпичными, а именно современным материалом. Мы со своей стороны уже увидели, что это надежный партнер, который создает новые производства, открывает рабочие места. У него замечательные партнеры в лице военно-промышленного банка, которые сложные экономические условия для Российской Федерации, когда повсеместно идет ограничение кредитования реального сектора экономики, высокие ставки. Но банк реализует, совместно с Экоклинкером, проекты по развитию новочепоксарской производства здесь, у нас, в Чувашской республике. За производство кирпичей и плитки здесь отвечает автоматика. Рабочим остается только контролировать технологический процесс. Это, считаю, большой прогресс, где физический труд заменен именно на роботы и на фактическое управление цифровой и электронной программой. Многие люди ездят в Москву, зарабатывают деньги, но мне кажется, можно здесь зарабатывать намного больше, чем ездить в Москву. Ближе к дому, ближе к дому. Также заработок достойный, достойный и поближе к семье. Сейчас предприятие активно осваивает новые рынки. В ближайшее время здесь планируют открыть и новые цеха. Это позволит заводу производить порядка 40 миллионов строительных материалов в год. Так что Экоклинкер вполне соответствует бренду «Сделано в Чувашии». Редактор субтитров А.Семкин